Катерина Миронова взяла рюкзак сына с Человеком-пауком и принялась разбирать учебники и тетради. У Андрюшки-пятиклассника начались долгожданные зимние каникулы, поэтому ребенок с чистым сердцем забросил свою сумку в дальний угол детской, не желая вспоминать про существование книг до нового полугодия. Мама принялась раскладывать содержимое рюкзака по стопкам и кучкам. Учебную литературу она распределяла по полкам. В мусорную корзину должны были отправиться фантики от конфет, крошки от булок, огрызок ластика, который сын зачем-то разрисовал фломастерами. Когда мама добралась до наружного кармана с изображением паутины, она ощутила дурной запах. Выудив из недр кармашка пакет со странным содержимым, Катя нахмурилась и поморщилась. Затем скривилась, ощутив еще более сильный и крайне неприятный запах стухшей еды. Вот же шалопай благородный, проворчала Екатерина, осторожно хватая пакет и убегая на кухню, чтобы сразу утилизировать источник зловония. Катя даже не сомневалась, что ее сынок взялся за старое. Нет, он не разводил в пакете плесень или новую жизнь. Он просто кормил бездомных животных. Да, Андрей был очень добрым мальчишкой. Мало того, что в школе он заступался за тех, кто был слабее или младше, так еще и каждую божью тварь мальчик пытался накормить, приголубить или приютить. Вот и сейчас он, должно быть, носил еду какому-то бродячему щенку или котенку. Конечно, Екатерина и не думала ругать сына за добросердечие. Однако сумку стирать теперь надо было именно ей, что удручало, но не было сюрпризом. Ведь и раньше сын подкидывал маме хлопот. Например, любовь к котикам не прошла без последствий. Мальчик вечно ходил с поцарапанными руками, потому что спасал котов с деревьев. А однажды у Андрюши появился лишай, поэтому ребенка пришлось побрить. Однако нацеловывать пушистые мордочки местных котят он не перестал. А во втором классе Екатерину даже вызвали в школу, потому что ее сынок принес на уроки котенка на радость одноклассников. Андрей утверждал, что котенок жалобно мяукал, и он снял его с дерева, на которое того загнала собака. Была зима, звереныш трясся от холода и голода. Поэтому ребенок спрятал его под своей курткой, а потом укутал в шарф и оставил в открытом рюкзаке. Только вот учительница его благородного поступка не оценила и сочла, что Миронов захотел сорвать ее урок. К слову, бедолагу котенка Катья и Андрея оставили жить у себя. Теперь это был не маленький комочек шерсти в полоску с выразительными серо-голубыми глазами, а очень пушистый и наглый котище Барсик, в гостях у которого жили Мироновы. Только вот на Барсике дело не закончилось. Андрюшка спасал ежиков из-под машин, собачек, а однажды приволок домой ужа. Катерина едва не посидела, обнаружив того в кровати сына. Она сразу вызвала соседа, дядю Гришу, чтобы тот отправил змею обратно в лес. Вот и сейчас. Пока Катя отстирывала рюкзак сына, ребенок пожаловал в дом и виновато глянул на мать. Щеки у Андрея были ярко алыми от зимних игр. К варежкам прилипли комки слипшегося снега. От ребенка похлодетством и морозной улицей. «Мам, я это, кушать хочу!» Воскликнул он с порога, стягивая шапку с мокрых волос. «Можно я поем и дальше играть побегу? Мы там крепость построили, в снежки играем!» «Конечно можно!» Кивнула Катя. «Там на плите макароны с котлетками свежие. Сейчас положу тебе!» «Я сам!» Поспешно откликнулся ребенок и поспешил на кухню. «Хоть руки помой!» Крикнула мама вслед. Загремели тарелки и кастрюли, хлопнула дверцы холодильника. Катя сначала призадумалась, чего это Андрей сам за собой ухаживает. Затем отмахнулась от подозрений. «Взрослый стал, самостоятельный», – решила мама. Однако внутри нее что-то кричало о подвохе. Материнское чутье не дремало. И тут Андрей проскочил мимо ванной комнаты обратно к выходу. «Спасибо, мамочка, я побежал», – запричитал он спешно улепетовое. Катя еще больше напряглась. Обычно ее ребенок не вставал из-за стола, пока не досматривал мультфильм, и не уплетал две порции горячего, закусив десертом. Да и мог ли он поесть за пять минут? Он что, котлеты как удав проглотил? «Стоять!» – рявкнула Екатерина голосом прапорщика. «Покажи, что в руках!» Андрей тяжело вздохнул и обернулся. Как Екатерина и думала, он утащил с кухни тарелку, доверху забитую едой. Да еще и вилку прихватил. «Ты кого кормить опять собрался?» – спросила мама. «Да еще и в моей любимой тарелке понес. Может, твоим котам сразу фарфоровый сервиз достать? А вилка зачем?» Андрюшка спрятал глаза и буркнул. «Мам, это не котам!» «А кому еще?» – удивилась Катя. Мальчонка переступил с ноги на ногу, затем неохотно признался. «Помнишь дядю Валеру?» – спросил он. «На улице холодно, а ему жить негде. По ночам вообще мороз, ты сама говорила?» Катя кивнула. Морозы в этом году были лютые, ночью доходило до минус 30 градусов. Дядю Валеру она тоже помнила. Он был местным бомжом, прибился к их двору прошлым летом. Откуда пришел, никто не знал, да и не спрашивал. Сначала к нему относились с подозрением, затем привыкли. Мужчина оказался добродушным. Детвора его и вовсе полюбила, потому что он частенько им помогал. То шалаш построить, то рогатку смастерить. Однажды Андрей рассказал маме, что дядя Валера помог им спасти котенка. Конечно, в глазах любителя животных мужчина получил небывалый авторитет. «И к чему ты ведешь?» – прищурилась мама, скрестив на груди руки. «К тому, что я его к нам пожить позвал», – признался ребенок. «Куда к нам?» – ахнула Катя, ожидая, что найдет бомжа под кроватью сына или в шкафу. «Да в подъезд, там места много», – пояснил школьник. «Он в углу сидит, никому не мешает. Я вот решил его покормить. Ну не понесу же я человеку еду в пакете». Андрей вскинул голову и посмотрел матери в глаза. Катерина невольно замерла. В это мгновение мальчик был сильно похож на отца. Его папа Иван был военным и погиб из-за несчастного случая. И Катерина тогда тоже работала в части на складе. Там они и познакомились. Сейчас Андрюша выглядел решительным, уверенным и повзрослевшим. Словно он был не пятиклашкой, а взрослым юношей. «Ладно», – Катя потерла лоб. «Я с тобой схожу, посмотрю, что там происходит». Екатерина надела сапоги, последовала за ребенком на первый этаж. Дом, в котором жили Мироновы, был старым, с крайне интересной конструкцией. Например, у него имелся сквозной подъезд. Также на первом этаже была большая площадка с маленьким кабинетом для консьержа, которого, конечно, в подъезде никогда и не было. А вот на цокольном этаже располагалась Дворницкая – наследие дореволюционного Петербурга. В то время дворники были в каждом доме, поэтому для них отводили отдельное помещение, эдакое служебное жилье. В общем, там было, где развернуться. Дядя Валера действительно спрятался в уголке консьержа, усевшись на полу. Увидев Екатерину, он спешно встал, спрятал голову в плечи, закивал. «Здравствуйте!» Затем он сразу принялся оправдываться. «Простите меня, я буду тихо сидеть, спокойно. Просто хочу переждать мороз, хотя бы кости погреть. Мешать не буду, клянусь». Мужчина осенил себя крестом вдобавок к обещанию. Сердце Екатерины сжалось. Она подала мужчине тарелку с едой и вилку. Пока он ел, Катя его немного расспросила о жизни. Бездомный юлить не стал, все выложил. «Зовут меня Петров Валерий Викторович. Раньше работал в школе, учителем ОБЖ и труда. Поделился старик, уплетая макароны с большим аппетитом. На улице остался, потому что переписал квартиру на пасынка. Повелся на уговоры. Сказал он, что жену беременную привезти некуда. Жили они раньше в общежитии в другом городе. Теперь ей и их сыну будущему прописка нужна в Питере. Только вот он выгнал меня на следующий же день, как квартира его стала. Родных иных у меня уже не осталось. Детей нет, жена умерла давно. Меня сначала приятель приютил, а потом он умер. Приехали родственники и выгнали меня, конечно. Потом скитался, и пока было тепло, то было терпимо. Нашел и дачи заброшенные, и на теплотрассе мог пожить. Я и работу находил, да только многие брезгуют моей помощью. А теперь понял, что погибну, если еще хоть ночь на улице пробуду. Благо сын ваш, добрая душа, то поесть приносил, а теперь вот в подъезд пустил. Не гоните меня, прошу». В тот же день Екатерина написала в общий чат подъезда. Конечно, не все были довольны ее историей и просьбой оставить бездомного в подъезде. «Он сначала добренький, а потом будет пить водку и ссать по углам», заявила Людмила Васильевна, главная мегера подъезда. Однако большая часть жителей поддержала Екатерину и ее сына. «Молчите, Люда», – заявил в чате староста подъезда Михаил. «Стыдно должно быть, что ребенок умнее и добрее взрослых оказался. Пойду и вынесу бывшему учителю свою теплую одежду». Верно говорят, что добро – штука заразная. Пример у мужчины последовали и остальные. Вынесли дяде Валере теплый плед, новую подушку, одежду, еду и напитки. Кто-то пожертвовал раскладное кресло. Валерий, как и обещал, сидел спокойно. Перед каждым, заходящим в подъезд, раскланивался и извинялся за неудобства. Он оказался трезвым и крайне приятным человеком, который обожал читать книги, особенно классику и историческую литературу. Позже в том же чате было решено открыть Дворницкую, убрать вещи и пустить нового жителя туда. Дворницкая была похожа на маленькую захламленную квартирку-студию с отдельным входом. Прятали там инвентарь, велосипеды, коляски. Местечко было достаточно холодное, с низкими потолками. Но для Валерия Викторовича, которому приходилось ночевать на парковой скамейке, укрывшись старым выпуском газеты, оно казалось райским уголком. Жители занесли в Дворницкую обогреватели кресла. Валерий Викторович вынес оттуда весь мусор, помыл полы, привел помещение в божеский вид. Людмила же, увидев общий настрой, взяла и принесла мужчине старую микроволновку. В Дворницкой были туалет и душ. Катя купила новые мыльно-рыльные принадлежности и вручила дяде Валере. Тогда мужчина преобразился. Помылся, побрился, надел чистую одежду. Позже оказалось, что у бывшего учителя труда золотые руки. Он умел делать абсолютно все. Чинил, слесарил, делал мелкий ремонт. Все соседи пользовались его услугами за небольшую оплату, которую дядя Валера всегда стеснялся брать и отказывался как мог. «Вы меня и так приютили, одели, да еще и подкармливаете», – говорил он. Мужчина оказался очень деятельным. Он чистил снег возле дома, помогал донести тяжелые сумки до этажа, поднимал мамочкам коляски. В итоге даже сердце Людмилы совсем растаяло. Женщина стала частенько печь печенье, а затем спускаться в дворницкую, чтобы попить с Валерием чая и побеседовать. Оказалось, что мужчина крайне умный человек и прекрасно знает историю города, к которой Людмила питала глубокий интерес. Жители дома частенько посмеивались, конечно, добродушно, и называли дядю Валеру питерским швейцаром или консьержем. Мужчину это ничуть не обижало, даже радовало. Быть швейцаром в Питере – дело почетное, а вот бомжом – нет. Только однажды случилось страшное. Дядя Валера пропал. Снова поднялось обсуждение в чате. Больше всех переживала Людмила Васильевна, выкатив целое полотно текста. «Куда пропал Валерий Викторович?» – спрашивала она, добавляя к вопросу огромное количество вопросительных знаков, чтобы показать степень своего переживания. «Я испекла его любимое печенье с шоколадной крошкой. Мы договорились, что он придет смазать петли в двери на балконе, чтобы не скрипело, да поговорить об истории Санкт-Петербурга. В итоге не пришел. Я спустилась, а его нет. Ждала, ждала. Вышла на улицу, но его нет. Спустя сутки его нет. Где он?» Тут стали сыпаться сообщения. Мужчина действительно пропал. Кому-то он обещал помочь, другие выносили ему ужин, но не нашли в Дворницкой. Вскоре тайное стало явным. Оказалось, что местные хулиганы избили бездомного бедолагу до полусмерти. Мужчину отправили в городскую больницу. Когда Катя об этом узнала, то не смогла сдержать слез. Так ей было жалко добродушного и работящего мужчину. О том, что случилось с дядей Валерой, сыну она не сказала. Убедив ребенка, что он уехал на время. В субботу она, оставив Андрюшку на попечение подруги, собрала вещи, которые могут пригодиться пациенту больницы, да отправилась навестить Валерия Викторовича. Приехав по нужному адресу, женщина подошла к стойке администрации и с улыбкой обратилась к работнице медицинского учреждения. «Здравствуйте. Подскажите, можно ли увидеть Петрова Валерия Викторовича? В какой он палате?» «Эм...» – растерялась администратор, глядя на женщину с шоком в глазах. «Эм...» – Катя нахмурилась. «Что такое? Разве приемные часы не сейчас? Его же не выписали?» – сразу спросила она, глянув на настенные часы. «Нет, не выписали», – покачала головой женщина. «Просто я удивлена, если честно. Вы тут уже двенадцатая гостья. Придется палату отдельную выделять». Девушка кивнула на толпу, которую Екатерина сразу и не заметила. Миронова обернулась и увидела знакомые лица. Ее соседи с пакетами и авоськами стояли в стороне, оживленно болтая. «Скажите, он что, какая-то важная персона?» – шепотом спросила администратор у Кати. Катя смахнула с ресниц слезинку и уверенно кивнула, широко улыбнувшись растерянной девушке. «Да, он очень важная персона. Он наш консьерж», – со смешком заявила она и направилась к соседям. Процессию не хотели сразу пускать в палату к пациенту. Не обошлось без спора, который выиграл Михаил, привыкший ругаться с представителями управляющей компании. В итоге, когда дверь палаты распахнулась, Валерий Викторович увидел своих новых друзей. «Ну, здравствуйте, дядя Валера!» – воскликнул Михаил Басом, водружая на полку пакет с фруктами. «Думали в больнице от нас спрятаться?» «Да вот не вышло!» Кровать мужчины окружили жильцы его временного пристанища. Все спрашивали, как его здоровье. Убеждали, что хулиганов уже нашли и отправили за решетку. Посодействовал в этом Эдуард Овсянников со второго этажа, который имел связи в полиции. Валерий молчал, не зная, что сказать. Он просто смотрел в лица людей, а затем на глазах у бездомного появились слезы. Он тут же спрятал лицо в ладонях. Плечи его худые, затряслись от беззвучных рыданий. Любовь, схлипнув, крепко обняла мужчину. «Я вам печенье привезла, вашу любимое, с шоколадной крошкой», – запричитала она. «И книгу про Санкт-Петербург». Конечно, не выдержали и остальные девушки и женщины. Они стали утирать лица, растирать под глазами тушь и всхлипывать. «Полно вам сырость развели», – хмыкнул Михаил. Однако и сам отвернулся к окну. Тут в палату вошла медсестра Анна Ивановна. Она оглядела гостей, изумившись. «Я такой аншлаг только в театре на премьерах видела», – покачала она головой. И лукаво посмотрела на пациента. «А вы говорили, что близких нет, Валерий Викторович. Обманули меня?» Мужчина что-то пробормотал. Щеки его предательски зарумянились. Гости переглянулись. Обменялись понимающими взглядами. Пухленькая зеленоглазая Анна была женщиной очень хорошенькой. Было понятно, что именно смутило дядю Валеру. Посетители наблюдали, как ворковала Анна Ивановна, делая укол своему пациенту. Однако ее отношение никого не удивило. Мужчина был культурным и обаятельным человеком. Вот и к сердцу медсестры он нашел ключ. Когда Валерия Викторовича выписали, он вернулся в Дворницкую. К тому времени соседи решили, что ему надо помочь с восстановлением паспорта и документов. Сказано – сделано. Скоро в руках Валерия появилось сначала временное удостоверение, а потом новенький паспорт. Бывшему учителю с солидным стажем полагалась пенсия, о чем соседи тоже не забыли. Однако он решил, что не хочет жить только на пенсию. «Я еще работать могу и даже очень хочу», – признался он Екатерине. «Раньше мне тяжело было, когда отовсюду выгнали. Казалось, что я никому не нужен. А теперь во мне силы столько. Это все благодаря вам. Вашему сыну сначала, а затем всем соседям, которые так много доброго для меня сделали». Мужчина устроился работать дворником, да также подрабатывал у соседей. Однако недолго он еще жил в подъезде. Анна Ивановна, та самая медсестра, тоже оказалась одинокой душой. Шесть лет назад она потеряла супруга, который заболел и быстро сгорел у нее на руках. Сын ее давно вырос и переехал в столицу, редко навещая мать. С той поры Анна находила радость лишь в заботе о пациентах, которым дарила свою любовь. Однако и ей была пора на пенсию, да и женского счастья хотелось. В больнице Анна и Валерий сблизились, однако мужчина ничего не мог предложить работящей и милой медсестре, поэтому он ушел, не попрощавшись. Однако спустя время, когда он набрался смелости и нашел работу, он вернулся к больнице и встретил Анну у выхода. «Анна, простите мою дерзость, но я думаю о вас каждый день, с тех пор, как выписался», признался он. «Юлить я не привык, да и по возрасту мне не полагается. Скажу прямо, вы мне нравитесь. Только вот жизнь моя, можно сказать, началась с чистого листа. Небо в алмазах, предложить не могу». Анна тогда улыбнулась, искренне обрадована. «А зачем мне небо в алмазах? Мне нравятся звезды, те, что светят каждую ночь, всем одинаково». Анна пригласила мужчину переехать к ней. Стали они жить душа в душу. Вскоре они поженились и решили переехать в деревню, чтобы завести там хозяйство. У Анны в деревне был старый домик, доставшийся от бабушки. Однако Валерий Викторович был именно тем мужчиной, который мог сделать любой ремонт и довести жилье до ума. Перед отъездом Валерий Викторович пришел со своей женой в тот самый сквозной подъезд, в который его когда-то казалось в прошлой и одинокой жизни, пустил добродушный мальчонка. Мужчина позвонил в каждую дверь и отвесил хозяевам поклон, благодаря за помощь, доброту и поддержку. Ниже чем иным, дядя Валера кланялся Андрюшке и его матери. Затем бывший бездомный сунул руку в карман и достал деревянную игрушку, которую сам смастерил. Это был реалистичный мальчонка на коне, который отличался искусной резьбой и мелкими точеными деталями. В ребенке можно было узнать черты Андрюшки. «Спасибо тебе, родной! Сколько жив буду! Обещаю молиться за тебя и всех твоих близких!» произнес мужчина, подрагивающим от волнения голосом. «Храни тебя, Бог! И спасибо тебе за золотое сердце!» Андрей же, приняв подарок, крепко обнял дядю Валеру на прощание. Верно говорят, что доброе слово или искренний поступок могут согреть даже в студеную зиму. Добрый поступок мальчонки не просто согрел потерянного человека, он подарил ему счастливое настоящее и светлое будущее.